Танки, пехота, пылище, жара. На операцию вышла броня. Колонна ниткою стала, единым целым из людей и металла. В мае 2020-го эти строки Вячеслав Шитковец посвятил всем живым и павшим, кто с честью и достоинством выполнял свой воинский долг в Афганистане. С той войны он привез не только воспоминания, но и награды. О своей службе рассказывать не любит. Трудно вспоминать. Как и многие афганцы, немногословен. Прозвали меня в 79-м году и в 83-м году. Служба, как обычно, бывает в армии. У вас предписание туда, в тот округ, в туркестанский, в сибирский или какой, у меня в Афганистан. Вячеслав Шитковец родился через 10 лет после победы, 9 мая 1955-го, в деревне Новый двор Пинского района Брестской области. После школы в 72-м поступил на физфак. Работал в одном из институтов Академии наук. Но жизнь уготовила ему иной путь. Должна была следовать колонна с грузом, как у нас сейчас говорят, гуманитарным грузом, но которое было, обстреливалось и под контролем душмана находилось. И пулеметное гнездо «Душманское» находилось прямо возле этой дороги. Его никак не обойдешь, не объедешь, все равно попадали под обстрел. И нужно было что-то с этим пулеметным гнездом делать, как-то его обезвреживать и остановить его, так сказать, обстрел от того участка дороги. Крупнокалиберный пулемет бил длинными очередями. Подобраться к «Душману» незаметно можно было только с южного крутого склона. Решение рискованное, но единственно верное в такой критической ситуации. Его подвиг был отмечен орденом «Красной звезды». По званию операции связались с артиллеристами. Артиллеристы поставили дымовую завесу, то есть все это прикрыли, спрятали. И под покровом этой завесы дымовой зашли в тыл. Ну, я еще, командир определил, у меня опять человек, своих таких надежных солдат, сержантцы и солдаты. И мы с обратной стороны зашли, он просто не ожидал, что мы окажемся у него за спиной. Ну и все было очень быстро закончено. Гнездо пулеметное замолчало навсегда. К счастью, друзей на войне не потерял, все остались живы. И даже там Вячеслав Щитковец строил планы на жизнь и писал весточки домой. А тут его ждала жена и маленький сын. Конечно, переживала и плакала. Письма писала. Молила Бога, чтобы вернулся живой, здоровый. После Афганистана Вячеслав Щитковец служил в различных подразделениях Белорусского военного округа. На пенсию вышел в звании подполковника. Сегодня он инженер-конструктор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Супругой Людмилой вместе уже 46 лет. Вырастили двоих сыновей. Старший, как и отец инженер, младший нашел себя в IT-сфере. Но если бы пришлось еще раз прожить жизнь заново, то этот период своей жизни он бы не выбросил. Снова выбрал бы дороги Афганистана.